Здравствуйте, друзья! Давайте сегодня вот такую синичку нарисуем. Смотрите, какая это лазоревка! Да, синица синяя, такая классная птичка. Они всегда такие жизнерадостные, они всегда так тренькают, тенькают, или как-то вот у них такая песенка славная. Они мне очень нравятся. Их так много видов, этих синичек. Но вот мне нравится вот именно вот такая вот лазоревка. Вот у них такая шапочка, и эта шапочка, она, знаете, она прям таким хохолком. И хочется нарисовать веточку вербы, но верба уже зацвела. И вот это уже не пушистики, а как бы вот такие вот метелочки классные. Правда? Вы можете... Я просто набрала в планшете синичка на вербе. И у меня столько много вообще вышло этих синиц. Смотрите, да просто классно! Ну, понятно, что здесь не верба, а здесь просто веточка. Но вы можете отдельно взять вербу и отдельно взять вот нужный ракурс синички. Просто получается очень здорово! У меня был рисунок, я уже ролик-то выкладывала, вот по такой синичке. Вот такой рисуночек был, но здесь было много вербы, много веточек, и синичка такая была вот небольшая. Я, в принципе, это все оставлю, но только веточку сделаю, ну, там пару веточек я сделаю, и синичка будет в таком же ракурсе. Он просто для нас с вами очень удобный. Я сегодня рисую гуашевыми красками и рисую на формате А5. Смотрите, что у меня по гуашевым краскам. Я решила, что у меня будет три основных цвета. Желтый, берите вот желтый средний. В принципе, если вы будете брать там санатовскую гуашь, она линейка недорогая этих гуашевых красок. И там желтый такой, знаете, он немножечко вот такой ядреный, но, в принципе, в замесах ведет себя очень хорошо. У меня ультрамарин, вот, фирма Мастер Класс. Ну, здесь неважно, какой. Вы можете взять свою вот гуашь, и очень часто в гуашевых наборах есть и ультрамарин, и есть кобальт синий. Так вот, смотрите, я в основном сегодня буду работать вот кобальтом синим на подмалевке, потому что он дает очень красивые замесы с зеленым, такие прям весенние замесы. И обратите внимание, ну, черный-белый, это понятно, это обязательные добавочки. И у меня сегодня красное, но красное не алое, красное малиновое. Дело в том, что вот именно с малиновой красный получается классный коричневый, он такой вот фиолетово-коричневый получается. И сразу будем делать подмалевок, давайте подмалевок. И вот смотрите, что здесь по подмалевку. Я сейчас смешаю такой вот синий с желтым. И вот сейчас хочу вам показать. Посмотрите, пожалуйста, какой получается зеленый, если вы берете ультрамарин. Вот сейчас сверху вот я взяла ультрамарин. Вот такой вот зеленый получается. Он когда высохнет, то немножко такой вот осенний, теневой зеленый. И сейчас обратите внимание, какой зеленый получится, если вы возьмете кобальт синий. Вот, смотрите, какой изумрудный, да? Вот в сравнении, обратите внимание, вот эти вот два зеленых. И сразу видно, что один зеленый более теплый. Вообще ультрамарин, синяя краска, она более теплая по отношению к кобальту синему. Мы всегда температуру краски определяем в соотношении с другой краской. Потому что есть, например, желтый теплый кадмий, а есть желтый холодный лимонный. Точно так же и красная. Есть красная алая, а есть она там карминовая, малиновая. И вот обратите внимание, вы можете работать, честно говоря, и тем, и другим зеленым. Но мне сегодня хочется вот такой вот ядреный, такой, знаете, стреляющий зеленый. Вот, и поэтому я за место сейчас сделаю именно таким зеленым, так, чтобы глаза резало. Так, я сначала, знаете, что? Что я сделаю? Да я голубой, наверное, сделаю сначала. Голубой. Тут по-разному, честно говоря, можно идти. Вы можете сначала зеленый сделать, потом разбавить его белым. А можно вот так вот, как я, сделать замес голубого. Да, да, мы сейчас вот так сделаем. Знаете, кое-где у меня будут в сполохе вот такие вот голубые. Прям так вот нежненько. А кое-где я вот сюда, сейчас в этот же замес уже добавлю желтенький. Получу просто радостный зеленый. Вот он такой. Ох, как я люблю вообще вот живопись. Смотрите, какая красота, правда? Вот давайте такой, ну, в смысле, подмалевочек, да? Такими всполохами и сделаем. Даже кое-где могут мелькать и вообще желтые лучики, поэтому я сюда, вот не сюда, а сюда добавляю еще желтого. Вот, хочется светящегося подмалевочка. Давайте сейчас так прям и прорисуем. Смотрите, какой красивый подмалевок. К нему вы тоже отнеситесь очень художественно. Поиграйте красками, поиграйте кисточкой, поиграйте мазками. Это тоже очень приятно. Просто вот делать такие вот подмалевки, особенно весенние. Конечно, это приятно. Конечно, это здорово. Обратите внимание, что даже вот углы вашей работы могут быть затенены. И еще мы будем рисовать вот эти вот пушистики, уже распустившиеся, и они светленькие. Значит, подмалевок сделайте достаточно насыщенный, достаточно такой вот яркий, чтобы был вот яркий фон. Ну и сейчас мы получим замес красного и черного. Еще раз обращаю ваше внимание, что это должна быть малиновая, карминовая краска. Именно она в сочетании с черным дает цвет веточек вербы. Они такие, знаете, красно-фиолетовые. Красно-фиолетовые. Так, сейчас мы получим этот замес. В замес немного кладите черного. Сейчас показываю, что у меня вот здесь вот просто густо, да? А вот здесь вот я показываю. Обратите внимание, какой красивый коричневый, шоколадный. Я бы даже еще побольше добавила красного. Сейчас посмотрим. Прям хочется мне. Да, вот такой вот. Вот такой. Смотрите, это коричневый, а это уже красно-коричневый. Вот вам надо получить красно-коричневый. И веточки вербы мы сейчас и прорисуем. Возьмите уже круглую кисточку. Так, ну удобненькую, какой вы любите там веточки рисовать. И смотрите, мы сделаем вот так вот. Вот как мы сделаем, чтобы нам сразу... Мы вот так сделаем. Смотрите, вот как мы сделаем. Я чуть-чуть просто прорисую вот эту вот синичку. Вот эту вот синица синяя. Вот она у меня здесь где-то будет. Значит, ветку я расположу вот сюда. Вы можете даже эту синичку и чуть-чуть наметить и прорисовать. Все будет зависеть от вашего референса. С чего вы там срисовываете. Я имею в виду наклон ее туловища. Ну вот у меня как-то классически так вот рука взяла. Хотя это все может и меняться. Вот сейчас она у меня так рука взяла. Потом я это все переделаю в гуашевых красках. Это делается на раз-два. Подмалевочек пух-пух замазал и все и переделал. Ну ладно, а то я так долго объясняю, у меня уже тут замес подсох. И давайте сделаем веточку. Прям веточку. Смотрите, как я делаю веточку. Вот я не просто так веду, а я веду, знаете, вот немножечко как бы создавая такие красивые неровности вот в этой ветке. То есть можно, понятно, протянуть веточку и просто вот так, такой линией. А можно немножко вот такими как бы неровными волнами. Так, вот я прорисовала веточку. При этом обратите внимание вот на что. Не делайте вот этот вот замес красный малиновый с черным. Не промешивайте его до конца. Пусть у вас кое-где мелькнут даже вот вообще всполохи красного. Кое-где будут коричневые. И при высыхании это будет смотреться очень красиво. Ветки вербы, они очень глянцевые. И нам нужно, ну, просто чуть-чуть показать светотень. Тем более вот этот вот замес, он прекрасно смотрится в разбеле. Посмотрите сейчас, какая появится красота. Обратите внимание, пользуйтесь вообще, вот умеете смешивать краски. Вы получите из трех цветов огромное количество оттенков. Смотрите, какой красивый цвет, знаете, такой пыльной розы. И верхнюю часть веточек неровненько, не надо обводить это все очень ровненько. Ни в коем случае. Линия должна быть живая. Даже мазки можно делать рваные. Ну и сейчас саму вербу давайте, да, сделаем. Так, кисточка удобная должна быть. Мы будем делать методом примакивания. Никакие вот эти вот шишечки мы не будем прорисовывать. Что нам нужно? Нам нужно получить вот такой вот замес. Черный. Мы сделаем вот так вот, знаете. Вот всегда используйте те лужицы, какие у вас есть. Особенно, если вы какой-то темненький получаете замес. Вот у меня желтенький здесь есть. Я еще раз положу беленький. Добавлю в беленький немножечко, немножечко серенького. Вот так вот, смотрите какой. А этот серый наложился на желтый. И вообще получается вот вообще такой лимонно-серый. Тоже очень красивый цвет. Если он у вас не получился, вот сюда в этот серый в таком случае добавьте прям капочку, капочку желтенького. Во! И этот цвет, он гармонично впишется в вашу картину. Ну и все. И давайте сделаем, прям отпечатаем эти шарики. А они идут вот так вот, почти в шахматном порядке. Немного их делаете, я немного их сделаю. Хотя их можно сделать, что я говорю, немного. Можно их сделать много. Но распушить можно немного. Вот. Смотрите, если кто-то не хочет пушить эту вербу. Ну, бывают. Да, бывают такие люди думают, что это я сейчас тут распушать, тут все буду. Нет, я вот так вот все нарисую. Смотрите, что вы можете сделать. Вы можете кисточку просто обмакнуть, вот так вот прокрутить ее в белой гуаше. В белой гуаше. А на кончик взять серый. Так. И когда вы сделаете отпечаток, вот здесь вот смотрим, да, вот я сделаю сейчас отпечаток, то у вас получится конец вот этой почки белой, а основание то, которое должно быть серое, тоже, пожалуйста, вариант. Еще раз прокрутили в белом, хорошо. Кончик сделали в сером. И сделали вот такой вот отпечаток. Опс. Вот, смотрите. Очень красиво тоже получается. Так. Я... Заметили, сегодня я не жду, когда высохнет там подмалевочек, потому что и ветки, и сами шишки вот этой вот пушистики вербы можно рисовать по невысохшему подмалевку, по невысохшей краске. И даже если она немножко растечется, это будет самое классное. Я так долго рисую вербу, но мне вкусно сегодня рисовать. Очень вкусно. И я еще к синичке потом вот приступлю. Так. Так, теперь смотрите, что мы сделаем. Ну, давайте, наконец-то, эти пушистики сделаем. Их можно делать различными способами, эти пушистики. Но я хочу, я хочу просто сделать самым простым способом. Так. То есть я беру белый и беру желтый. Уплотняю желтый белым. Вот так вот я сделаю. Видите? Вот такой вот у меня светящийся просто цвет получается. Сейчас нужно взять очень удобную лохматую кисточку. Берем лохматушку какую-нибудь. Кстати, сюда подойдет очень хорошо дешевая кисточка для клея. Она прям тоненькая такая. И под наш формат будет самое то. Или вы берете вот кругленькую кисточку. Да, круглая кисточка. Тоже щетинка, тоже лохматенькая. И, ну, вот у меня более вот эта вот лохматенькая, более старенькая. И смотрите. Вот, я на кисточку набираю вот этот вот желтый. И просто прохожусь по макушке. По макушкам своих почек. Вот этим вот желтеньким. Я замеса мало сделала, а здесь надо замеса много сделать. Знаете, вкусно рисовать, когда много замеса. Вот так вот. Чтобы в этой лужице прям возиться и получать удовольствие. Но смотрите. Если у вас лужица-то большая, то вы немножко вот так стряхните этот замес, чтобы у вас получились именно пушистики. И эти пушистики давайте где-нибудь, не везде, не на всех вот этих вот почках мы и сделаем. Прям вот так вот пушистики я делаю. Видите? Вот так вот. Смотрите, я вот такие прям шапочки желтенькие одела. А теперь вы берете просто, просто беленький. Просто беленький. Ну, или какой там у вас есть, там можно и... Ну, лучше беленький взять, чисто беленький. И наносим вот такие вот полосочки, полосочки тоненькой кисточкой на макушке своих почек, те, которые мы решили распуститься. Смотрите, я прям белые лучики прорисовала. Но на концах этих лучиков должны быть вот тычинки. Вот в этот замес, знаете, даже я вот такие тычинки сделаю. Я возьму желтый и смешаю его с черным. У меня получится красивый оливковый. Вот. И сделаем вот этим вот оливковым просто точки. на тех шариках, которые вы решили, что они уже распустились. Знаете, мы что забыли? Мы забыли вот что. Просто повозитесь в ваши лужицы коричневого кисточкой с водичкой и капельку нанесите творки почек. Вот почка же открывается на два кусочка. На два кусочка она открывается. Вот. И я вот эти вот створки забыла нарисовать. Все, больше ничего делать не буду. И приступаю к своей синичке. Ну, а синичку мы быстро нарисуем. Мы сделали акцент на цветущую вербу. У нас, в принципе-то, замесов тут полно для синички. Мы сейчас их и сделаем. Я беру вот этот вот уплотненный желтый. Прям не хочется, чтобы она была такая желтенькая-желтенькая. Это синичка. И там, где я определила свою синичку, только я в данном случае-то сделаю ее и поменьше. Наверное, вот сюда, вот в этот уголок. И угол наклона я сделаю капельку другим. И вот такое яичко. И даже это не яичко, скорее всего, а это семечка какая-то. Вот такую семечку я нарисую. Вы мне скажете, а что же делать с тем, что вы наметили? А ничего не делайте. Вы берете кисточку. Ваш набросочек вы можете просто влажной кисточкой пробежаться и замазать. Я немножко повозилась кисточкой, не мыла ее. Немножко повозилась вот в этом зелененьком. Капельку-капельку. И вот сюда чуть-чуть, да, животик я вот так вот прогладила. Прям здесь надо, ну, буквально чуть-чуть сделать. Можно и, знаете, как сделать? А можно вот оливковый взять. Тоже будет хорошо на животике. Прям так оливковым. Даже оливковый лучше, предпочтительнее. Будет очень красиво. И синичка, знаете, что напоминать будет в нашей работе? Она будет напоминать вот этот вот пушистик классный. Маленькие пушистики и большой пушистик синичка. Но мы ее просто нарисуем. Так, теперь берем, что мы берем? А мы берем какой-то синенький, да, синенький. Сделаем вот такой вот замес. Сейчас возьмем. Ну, я уже ультрамарин у меня открыт. И кобальт синий, и ультрамарин. Я кобальтом сделала, если вы помните, подмалевок, фон, да. А ультрамарином я сейчас нарисую саму синечку. И, смотрите, вот к этой семечке я пристраиваю головку. Не очень большая головка, вот такая шишечка головы. Ее можно прям сразу прокрасить, чтобы вам было удобно. И погладим нашу семечку еще и сверху. Вот так вот. Вот ее крылышки вот сюда вот так вот выведем. Этим же цветом давайте нарисуем хвостик. Так, и теперь этим же цветом, даже чуть-чуть потемнее он нам пригодится. В замес добавьте побольше ультрамарина. Так, и еще раз пройдемся по крылышкам. Концы крылышек у этих птичек, они, знаете, они почти даже такие темно-темно-синие. Я просто вот пробегусь и по хвостику более несколько мазков сделаю. И сделаю вот сюда, вот так. И на грудке я сделаю, у них, у синичек, на грудке такая темненькая полосочка. Она синя-черная, но я пока поглажу вот таким вот синим. И щечки у нашей синички мы сделаем чисто беленькие. Вот в центре головы я сделаю белый, белый овальчик. В замес синего я добавлю черный, чтобы у меня получился темно-темно-синий, но не черный, не черный. Хочется, чтобы, вот знаете, все это высохло очень благородно. Смотрите, этим темным цветом я нарисую поверх вот этой щеки проходит полосочка. И эту полосочку я и нарисую. Вот на этой полосочке, на этой масочке будут находиться глазки моей синички. Прям вот смело ведем эту полосочку. И в центре сажаем черный глазик. Эта полосочка приводит нас к клювику. Клювик у синичек небольшой. Вот смотрите, вот такой вот маленький клювик, который выходит из полосочки. Немножко этим же темным цветом я поглажу грудку своей птички. Просто несколько мазочков сделаю аккуратненьких, очень деликатно. Этим же темно-синим я проведу хвостик. Не весь. Этим же цветом я сделаю более темные крылышки. Ну вот особенно окончание крылышек. Этим же цветом... Хотя, не знаю, хочется мне этим же цветом. Нет, вы знаете, не хочется. Не хочется много черного. Я, наверное, просто возьму чистый ультрамарин. Оформлю щечки по краям. Вот так вот я оформлю щечки. И теперь поставим маленький блик в глазах нашей синички. Наша синичка почти готова. Можно нарисовать ножки. Одна ножка вот отсюда пойдет, да? Они очень любят вот ножки. И вот смотрите, что здесь может быть. У вас ветка-то может быть здесь. И если вы будете тянуть ножку, то она получится очень-очень такая длинная. Ничего нет страшного. Вы просто берете и веточку... Я вот сейчас так и сделаю. Смотрите, как я сделаю. Это у меня слишком далеко синичка от ветки. Я возьму и веточку свою. И сделаю потолще. Или добавлю еще веточку какую-то. Вот так вот я сделаю. Все. Теперь нормальненько. Темным цветом я прорисую ножку своей синички. Одна ножка и вот там вот будет другая ножка. Вот так вот. Он просто наметила. На одной ножке мне видны лапки. Но здесь, смотрите, я возьму... Для лапок я возьму чуть-чуть посветлее, потому что лапки у меня будут приходиться на темный ствол. И серым цветом лапки и намечаем. Лапки-пальчики не коротенькие. Пальчики достаточно длинные. А вторая ножка у моей синички скрыта вот этой вот веткой. Вот, смотрите, все просто. Что здесь не хватает? А здесь нужен... Обязательно нужен набрызг. Вот эта вот воздушность этой работы, она будет определяться набрызгом. И давайте сделаем этот набрызг. Конечно, он будет светло-желтый. Делайте набрызг так, как вам хочется. И тем способом, какой вам нравится. Но я люблю набрызг делать кисточка-кисточку, да. Я беру достаточно упругую кисточку и по юбочку второй кисточки я делаю набрызг. Получаются вот такие вот красивые соплюшки, как я их называю. И они здесь просто классно смотрятся. Кажется, все набрызгали. Кажется, получили удовольствие. Ну, не кажется, а точно. Точно набрызгали и точно удовольствие получили. Давайте посмотрим, что же у нас вышло. Вот такая синичка на вербе у нас получилась. Прям такая полноценная, классная картинка. Мы ее рисовали, ну, я ее рисовала с удовольствием. Мне очень хочется, чтобы вы повозились вкусненько, порисовали красками, получили удовольствие, повысили свое настроение. Короче, я желаю вам хорошего творчества. Желаю вам хороших рисунков. И получайте удовольствие от работы красками. Пока-пока, прощаюсь с вами. Еще увидимся.